Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 43. 1 Коринфянам 13 глава 6 стих. Не радуется неправде, а срадуется истине. Толкование блаженного феофилакта. То есть не веселится, когда кто-нибудь терпит несправедливость, испытывает насилие и оскорбление. Но говорит, что гораздо важнее срадуется тем, который в добром мнении и вменяет себе в славу, когда истинно преуспевает. Это против завистливых. 1 Коринфянам 13 глава 7 стих. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Толкование и обиды, и побои, и смерть. Такое свойство подает ей присущее ей долготерпение. Это против умышляющих зло. Что не скажет любимый ею. Ибо и сама она не говорит ничего притворно и не думает, чтобы другой говорил так. Любовь, говорит, не отчаивается в любимом, но надеется, что он всегда восходит к лучшему. Это сказал к отчаивающимся. Если сверх чаяния и случится, что любимый будет пребывать во зле, она переносит его недостатки мужественно. Ибо она, говорит, все переносит это к тем, которые легко впадают во вражду. 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Толкование. То есть никогда не уклоняется от цели, но все приводит в исполнение. Или, что и лучше, не прерывается, не пресекается, никогда не прекращается, но продолжается и в будущем веке. Когда все прочее упразднится, как скажет апостол далее. Перечислив порождение любви, снова возвышает ее иным образом. Именно, говорит, что и пророчества, и языки окончатся, а любовь будет пребывать постоянно и в бесконечности. Ибо если пророчества и языки существуют для того, чтобы вера принимаема была удобнее, то по распространению веры повсюду, естественно, они, как излишние, прекратятся и в настоящем веке, а особенно в будущем. 1 Коринфянам 13 глава 9-10 стихи. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то отчасти прекратится. Толкование. Если знание будет упразднено, неужели мы будем жить в незнании? Отнюдь нет. Но говорит, что упразднится знание отчасти, когда придет знание совершенное, то есть свойственное будущее жизни. Ибо когда мы будем знать уже не столько, сколько знаем ныне, но гораздо более. Например, мы знаем и ныне, что Бог существует везде. Но как это, не знаем. Что Дева родила, мы знаем, но как это, не знаем. Когда же узнаем об этих тайнах нечто большее и полезнейшее. 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Толкование. Сказав, что с пришествием совершенного, то что отчасти упразднится, в то же время представляет и пример, которым объясняет, как велико различие между знанием, настоящим и будущим. Ибо ныне мы подобны младенцам, а тогда будем мужами. То по-младенчески говорил, это соответствует языкам. По-младенчески мыслил, это соответствует пророчествам. По-младенчески рассуждал, это соответствует знанию. В будущем веке я буду иметь знание более зрелое. Тогда малое и младенческое знание, какое мы здесь имеем, упразднится. 1 Коринфянам 13 глава 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 2 Коринфянам 13 глава 12 стих. Говорит так не потому, будто Бог имеет лицо, но дабы через это показать ясность и наглядность знания. Вдвойне уничтожает их гордость, показывая, что нынешнее знание неполное. И что оно не наше собственное. Не я, говорит, познал Бога, но Он сам познал меня. Посему, как ныне Он сам познал меня и сам снизошел ко мне, так и я достигну его тогда гораздо больше, нежели теперь. Как сидящий во тьме, пока не видит солнца, не сам стремится к прекрасному лучу его, но луч показывает себя ему своим сиянием. А когда Он примет сияние солнечное, тогда Он же и сам стремится к свету. Итак, слова подобные, как я познан, не то значит, будто мы познаем Его так, как Он познает нас. Но то, что как ныне Он снизошел к нам, так и мы достигнем до Него тогда. Подобие Некто нашел брошенное дитя, благородное, благовидное. Со своей стороны признал Он ее, поднял и взял к себе, приложил о нем попечение, благородно воспитал, наконец, одарил богатством и ввел в царские палаты. Дитя, пока оно молодо, ничего этого не чувствует и не сознает человеколюбия лица, поднявшего его. Но когда оно возмужает, тотчас признает своего благодетеля и возлюбит его достойно. Вот тебе пример пояснения того, что прикровенно выражено в сказанном. 1 Коринфянам 13 глава 13 стих А теперь и пребывает сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Толкование Существуют и дары языков, пророчества и разумения, хотя и они призрачны. Однако, с распространением веры между всеми они совершенно упразднятся. Вера, надежда и любовь продолжительнее их, ибо это означает со словами «а теперь пребывает». То есть продолжительность сих трех. Но из них самих любовь больше, потому что она продолжается и в будущем веке. 1 Коринфянам 14 глава 1 стих Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Толкование Показав, что есть любовь, великий дар, далее располагаясь стремиться к ней. Не сказал, ищите любви, но достигайте любви, требуя усиленного старания, ибо она удаляется от нас, и много нужно пробежать, чтобы достигнуть ее. Дабы не подумали, что превознес любовь с целью унизить дарования, присовокупляет ревнуйте о дарах духовных. То есть о даровании преимущественно же о пророчестве. Сказав это против того, что коринфяне надбивались даром языков. 1 Коринфянам 14 глава 2 стих Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его, Он тайно говорит Духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Толкование Сравнивать языки с пророчеством и показывает, что они не совершенно бесполезны сами по себе, ибо говорят не людям, но Богу, то есть не говорят об удобопонятное и ясное для людей, но Духом Святым говорят таинственное. Посему, как говорящие от Духа, они великое дело, а как неполезные людям, они ниже пророчества. Ибо оно и от Духа и многополезно. Оно назидает нетвердых, увещает и возбуждает нерадивых, утешает малодушных. И так Павел везде поставляет высшим то, что полезнее. 1 Коринфянам 14 глава 4 стих Кто говорит на незнакомом языке, тот наседает себя, а кто пророчествует, тот наседает церковь. Ну вот здесь говорят, любовь, любовь. Ну какая любовь? А ты знаешь, что дорога где-то прерывается в темноте, не освещенная, и люди туда падают. Вот это означает не проповедовали, не учили. А мне зачем? Я уйду в пустыню, буду там под березой сидеть или в дупло залезу. Житие говорят. Ну явно не об этом. Где же тогда любовь-то на первом месте? Или испытывают приходящего в монастырь, ребенка возьми, брось в реку, затолкай в печь. Это прямо описывается. Считать даже жутко. А где любовь тогда? Главное качество-то. Любовь. Люби ближе, как самого себя. Ты спасение узнал. В другом разе ты можешь не сказать, что Христос умер за наши грехи по Писанию. 1 Коринфянам 14 глава 4 стих. Толкование. Многие, говорящие языками, не могли объяснить того, что сами говорили. Посему они были полезны только сами себе. А пророчествующие полезны для всех слушателей. Посему какое расстояние между пользой, одному и пользой церкви, такое же расстояние между языками и пророчеством. 1 Коринфянам 14 глава 5 стих. Как вот эти еретики, сектанты, харизматы. И вот они кричат, рты разинут, падает, пена идет, валяется. Ну а что сказали, не знаю. Ну толковать или нет, молчи. А я не могу. А духи-то пророческие повинуются пророкам. Пророкам, но это значит и языками. Почему? А нет толкователя, молчи. Павильона. А я не могу молчать. Отсюда явно видно, что эти духи не божественны. Очень легко. Так языки даны для неверующих. Для неверующих. Ну а какие неверующие-то? Ну люди придут с улицы. Ну они увидят, что ты беснуешься, не скажут ли беснуетесь. Неверующие, то есть для тех, которые говорили на иных языках. Этого дара нет уже с 3 века, как Ирине Леонский пишет. Нет уже его. Он не нужен, потому что люди во всех нациях есть. Зачем мне сегодня знать хинди, когда есть уверовавшие? Китайские, японские. Есть везде христиане. Вперед. Первая коринфянам 14 глава 5 стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Толкование. Толкование. Если же умеет и объяснить, то он равен пророку. Ибо через объяснение того, что говорит языком неясно, он назидает церковь. Объяснение было также дарованием, и иным из говорящих языками подавалось, а иным не подавалось. Первая коринфянам 14 глава 6 стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Толкование. Хотите ли знать, что языки без объяснения бесполезны? Пусть я, Павел, учитель ваш, говорю языками, и в этом случае не будет никакой пользы для слушателей, если я не изъясню чего-нибудь откровением, то есть, как обыкновенно говорят, получившие откровение от Бога. Ибо и это также вид пророчества, когда в присутствии многих открываются помыслы каждого. Или познанием, то есть, как могут говорить имеющие знания и изъясняющие слушателям тайны Божии. Или пророчеством, то есть, когда кто-нибудь ведет речь о прошедшем, и о настоящем, и о будущем. Ибо пророчество обширнее, чем откровение. Или учением, то есть, в виде учительского слова, когда бывает речь о добродетели, то о догматах. Ибо и учение бывает на пользу слушателям. Иные слова откровением понимали так. Говорить что-нибудь удобно и понятное, ясное и наглядное. А познанием сказать такое, что может быть познано. 1 Кориффинам 14 глава 7 стих. И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов. Как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Толкование. И что говорит, я говорю, что у нас не ясное бесполезное, а ясное полезно. Если и у бездушных орудий звуки не будут производить раздельных тонов. То есть, ясных, но все будет смешано. То нельзя не распознать того, что играет, не получить удовольствия и радости. 1 Кориффинам 14 глава 8 стих. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Толкование. От вещей, не необходимых, перешел к необходимейшим. Упомянул о трубе. И говорит, что от нее бывают стройные звуки. Одни приготовляющие к войне, а другие отвлекающие от войны. Если она будет издавать неясный и неопределенный звук, то войны не будут готовы. И что пользу от неясного звука? 1 Кориффинам 14 глава 9 стих. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Да вот тут церковно-славянский язык, это на ветер. Никто ничего не понимает. Молотят и молотят тысячелетия. Не 2-3 дня. Тысячелетие. Да какая же это любовь-то? Люди совершенно темные, ничего не знают, тянутся во все секты. Больше трагедии придумать нельзя. Непонятные языки. Ну, приложали, в Ниеме написано, прилагали толкование, и народ понимал. Здесь ничего не понимают. Совершенно ничего не понимают. Любой сектант подошел, уже ушли. Толкование. Да бы не сказали, какое к нам отношение имеет пример свирели трубы, говорит, если и вы даром языков не будете произносить слов разумительных, то есть ясных, то вы говорите напрасно и на ветер, потому что никто не понимает. Ибо вся сила в том, чтобы дар был полезен. Для чего же он подавался? Ужели для того, чтобы находил пользу один, только получивший его? Если же он желал быть полезным для других, то должен был или молиться Богу, и через чистую жизнь получить дар истолкования, или обратиться к тому, кто может и здесь снять. Павел для того говорит это, чтобы соединить их друг с другом, и чтобы они не считали себя достаточными для самих себя, но принимали к себе тех, которые могут и истолковать, ибо тогда дар будет полезнее. 1 Коринфянам 14 глава 10 стих Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения толкования, то есть только наречий появилось в мире скифское, индийское, фракийское и иных народов, и все племена говорят что-нибудь, ибо они не без языка. 1 Коринфянам 14 глава 11 стих Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Толкование Если я не буду разуметь значение слов, то говорящий покажется мне чужестранцем, то есть говорящий непонятное. Подобно покажусь и я ему, не по худости слов, но по нашему непониманию. 1 Коринфянам 14 глава 12 стих Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Толкование Некоторые после слов, так и вы, ставят точку и объясняют, так и вы, то есть говорящие языками непонятное, кажетесь слушателем чужестранцами, потом снова начинают и читают, ревнуя о дарах духовных. Но святой Иоанн Златоуст читает без разделения. Поскольку говорит, вы ревнуете о дарах духовных, то я желаю этого, и принимаю это, как и прежде сказал, только вы старайтесь обогатиться ими к назиданию, то есть к пользе церкви. Ибо я не только не препятствую вам говорить языками, но желаю, чтобы вы обогатились этим даром, лишь бы только употребляли его на пользу общую. 1 Коринфянам 14 глава 13 стих «А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования». Толкование указывает способ, как дар этот сделать полезным для многих. Говорит, говорящий языками, пусть молятся, дабы получите дар истолкования. Значит, они сами виноваты в том, что не получают дар истолкования, потому что не просят его у Бога. 1 Коринфянам 14 глава 14 стих «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». Толкование «В древности некоторые вместе с даром языков получали дар молитвы и произносили слова персидские или римские, но ум не понимал того, что они говорили. Павел и говорит, что дух мой, то есть дарование движущий язык, молится, а ум мой пребывает без плода, так как не разумеет ничего из произносимого. Смотри же, как он постепенно доказал, что говорящий только языком бесполезен и сам для себя». Так объясняет это место святой Иоанн. Некоторые же понимают так. «Если я говорю языком, но не объясняю, то дух мой, то есть душа моя, сама по себе получает пользу, а ум остается без плода, потому что не приносит пользы другим». Прямо говорит, то есть дух мой, то есть душа моя, это одно и то же, дух и душа, вот прямо дает толкование. Нет, дух, душа и тело начинает мудровать, человек тройстен, да нигде нету. Если душа ушла к Богу, а дух куда идет тогда? «Понимающие так это изречение, по моему мнению, побоялись заблуждения Монтана, ибо он вел такую ересь, что пророки решительно не понимали своих речей, но одержимые духом говорили нечто, а что говорили, того не разумели. Но это здесь неуместно, ибо апостол сказал это, то есть, что не понимает своих слов не о пророках, но говорящих языками, и из них не о всех, но некоторых». 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Толкование. Что же говорит полезнее? И чего нужно просить у Бога? Того, чтобы молиться духом, то есть, дарованием, а также и умом, то есть, мыслью, сознавать слова молитвы. Подобным образом и о пении. 1 Коринфянам, 14 глава, 16 стих. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». «Полкование». «Когда говорит, ты поешь, если будешь благословлять духом, то есть, духовным дарованиям посредством языка, то занимающий место простеца, то есть, мирянин, как при твоей молитве скажет «Аминь», ибо ты слова во веки веков сказал неясно и на незнакомом ему языке, и он не уразумел, и потому не получает пользу». 1 Коринфянам, 14 глава, 17 стих. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». «Толкование». «Да бы не подумали, что решительно унижает дарование языков, говорит, ты со своей стороны хорошо благодаришь, но так как при этом нет пользы ближнему, благодарение твое бесполезно». 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». «Толкование». «Да бы не подумали, что унижает этот дар, потому что сам не имеет его, говорит, я более всех говорю языками». 1 Коринфянам, 14 глава, 19 стих. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». «Толкование». «Умом моим, то есть понимая и сознавая свои слова, и будучи в состоянии объяснить их, дабы принести пользу и другим». «Неужели тьму слов на незнакомом языке, то есть когда не могу истолковать их? Ибо в таком случае польза ограничивается только мной одним». «Пять же слов, говорит всякий учитель, который прилагает приличное лекарство каждому из пяти чувств наших». 1 Коринфянам, 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте дети умом, на злой будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». «Толкование». «Показав, какое место занимает дар языков, употребляет, наконец, грозную речь и порицает их за то, что они мудрствуют как дети. Ибо поистине детям свойственно удивляться предметам малым, потому что они могут поражать, каковы языки, и пренебрегать предметами великими, потому что они не обнаруживают ничего нового, каковы пророчества». Итак, здесь убеждает не превозноситься, даже просто не знать, что такое злоба, как и дети не знают, а умом быть совершенными, то есть рассуждать, какие дарования высшие и полезные. И иначе. «На злой младенец тот, кто никому не делает зла, но не злобив, как дитя, а совершен умом тот, кто, не делая никому зла, приносит еще пользу. И не только зла избегает, но и добродетели достигает и сохраняет сам себя невредимым от вещей временных». Это наставление подобно следующему. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 21 стих. «В законе написано, «Иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Толкование. Опять сравнивает пророчество с языками и показывает превосходство его. А в чем оно видно из того, что сказано далее. Законом обычно называют весь Ветхий Завет. Посему и теперь о словах, написанных в конце книги Исаии, 28 глава, 11-12 стихи, говорит, что написаны в законе. Словами. «Ну и тогда не послушает меня, показывает, что чудо могло изумить их, но если они не убедились, что это их вина. Ибо Бог всегда делает свое и являет свой промысл, хотя знает, что люди не покорятся, дабы они были безответны». Первое к Коринфянам, 14 глава, 22 стих. «Итак, языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Толкование. Знамение изумляет, но не научает и приносит пользы, а часто и вредит, как язык без истолкования. Почему далее стих 23 говорит, «Не скажут ли, что вы беснуетесь?» Притом знамения и даны для неверующих, ибо верующие не нуждаются в них, потому что они уже веруют. Пророчество, говорит, полезно для неверующих, потому что оно наставляет их. Но выжели пророчество не служит и для верных? Как же стих 24 говорит, что если все пророчествуют, и войдет кто неверующий, вот пророчество и для неверующих. На это можно ответить. Апостол не сказал, что пророчество бесполезно для неверующих, но что оно не служит бесполезным знамением, как языки. Кратко сказать, язык служит знамением для неверующих, то есть только для изумления их, а пророчество полезно верующим и неверующим, обличая их, хотя не называется знамением для них. 1 Коринфянам 14 глава 23 стихи. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажет лишь, что вы беснуетесь. Толкование. Прекровенно объясняет, что удар языков без дара от толкования бывает поводом и ко вреду. Говорит же это с целью смирить гордость их. Они думали, что удар языков делает их предметом удивления. Павел, напротив, доказывает, что он обращается им в бедславие, давая повод считать их безумными. А дабы ты не подумал, что от самого дарования зависит, что имеющего он и покрывают бедславием, говорит, неразумные скажут, что вы беснуетесь. Незнающий говорит или неверующий, каковы были те, которые в апостолах говорили, что не напили сладкого вина. Деяние 2 глава, 13 стих. Все. А благоразумные получают пользу и от дара языков, как, например, бывшие при апостолах удивлялись, что не говорили о великих делах Божьих. Деяние 2 глава, 19 стих. События нет.